Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро. Доброе. Сырники будешь? Буду. Че это такое? А? Что? Платье выбирай. Да ладно. Прикольно. Нравится? Красиво. Ну, мне так, конечно, больше нравится. Вот она. Разница между мужчиной и женщиной. Вот ты когда начал планировать свадьбу? Я? Еще не начал. Не начал. Вот именно. А мы, девочки, знаешь, когда начинаем планироваться? Еще в детстве. Когда в куклы играем. Наряжаем куколку в белое платье, в фату. Представляем вокруг гостей. А рядом он. Ужас. Любимый мужчина. Любимый мужчина. И потом, чтоб на всю жизнь вместе. Рука об руку. Так что это мечта детства. Ну, мне бы, честно говоря, росписи в ЗАГСе вот так бы хватило. Ну, кто я такой, чтобы идти против мечты детства? Так, я погнал, я опаздываю. В ЗАГС когда? Скоро. Сегодня. Лучше завтра. Я свободна с 17.00. Годится. Иди. Угу. Петр Семенович. Приветствую. Здравия желаю. А начальник следственной группы назначили уже? А то место, можно сказать, горит? Не сгорит. Ты раскрываемость давай, а там подумаем. Если я пролетаю, так и скажите. Пойдем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Маш. Привет. Соседку нашу из 37-й давно видела? А, Наташу? Ну, да нет, на днях. А что? Да вот я ей гостиницу привезла из деревни. Она не открывает и трубку не берет. Ну, может, спит еще? Да, конечно, спит. Она ж жаборонок. В пять утра соскакивает. Слушай, а можно я у тебя с балкона к ней взгляну? Посмотрю. Ну, просто у меня душа не на месте. Ну, хорошо. Заходи. Волнуюсь за нее, понимаешь? Она вот, прикинь, села на эту вот новомодную вот эту кето-диету. Так я эту кето-жметы только хуже и хуже. Представляешь, я ей говорю, бросай уже, дурочка. А она ни в какую. Мы же даже поругались из-за этого. Наташ! Наташа, а ты дома? Слушай, что-то у нее там музыка играет. Ну-ка. Да это не музыка, это будильник. А что, она не просыпается? Вот этого я и боялась. Ну что, надо полицию вызывать, дуреломаться. Да ты что, вдруг зря? Ну, предложение. Перелезьте посмотреть. Вариант. Только я высоты боюсь. Маш! Маш! Витя, наш соседку, кажется, убили. Наш? Ей с 37-й? С чего это взяла? От нее пахнет ацетоном, рядом шприц. Все выглядит так, как будто передозировка инсулина. Может, она диабетик? Насколько я знаю, диабета у нее не было. Да. Но следов от укола на животе нет. Стоп. На животе нет, а на шее есть. Давай, сейчас я приеду с экспертовой группой. Хорошо, я что тебя. Действительно, след только один. Конечно, вскрытие покажет, но... Сухость кожных покровов, запах. По всему доза инсулина гигантская. Ребят, инсулин нашли в квартире? Никак нет, товарищ майор. Ну, так что, Маш, права, убили ее. Ну, получается, что так. Смотри, синяк на запястье свежий. Полагаю, что кто-то ее удерживал, пока она сознание не потеряла. И этот кто-то явно знал про ее диету. Какую диету? Кето. Чего? Ну, это такая модная система питания, при которой человек пытается изменить обмен веществ, чтобы похудеть. Ну, грубо говоря, есть много белка, мало углеводов. А при некоторых заболеваниях организм такую перестройку может и не пережить. А если человеку во время этой перестройки вколоть инсулин, он может впасть в диалитическую кому и умереть. Вот. Судя по всему, у нас как раз-то такой случай. Вить, мне на работу пора. Так, пойдем, Прова. Пойдем, да. Маша, ты же Мергелова лучше меня знала. У нее были враги? Не знаю. Нину спроси, они дружили. Спрашиваю. А, слушай, на днях приходила какая-то женщина, и они ругались. Та даже говорила, Наталья, я тебя прибью. Писать сможешь? Красивая, высокая шатанка. Давай приеду, второй под составим. Давай. Давай, до вечера. Вить. Что? Я же забронировала нам на вечер столик в ресторане. Я отменю. Не надо. Все будет хорошо. Пока. Ладно. Говорю вам еще раз, мне не нужна ничья помощь. А я еще раз вам повторяю, Дмитрий, проблему с Сергеем нужно решать. Это важный клиент. Какая проблема? Он у себя в социальных сетях, в интернете написал, что он не рекомендует наш центр никому из знакомых, потому что плохо работает. Это просто бред какой-то. Это не бред. Я требую интервизии. Здравствуйте. А, Машенька. Здрасте. Рад вас видеть. У меня к вам просьба. Помогите, пожалуйста, Диме разобраться с одним важным клиентом. Хорошо. Вот, учись, как нужно разговаривать с начальством. Маша, все нормально? Ты чего? Как работала? У меня соседку убили. И я ее нашла. Ужас. Вы дружили? Нет. Так. Привет, пока. Слушай, ты зачем вообще приехала? Взяла бы выходной. Тут мне легче. Работа лечит. А, так что с клиентом? Зовут Сергей. Хочет наладить отношения с женой. Но не может, потому что сексоголик. Постоянные случайные связи. С женой его тоже понимаю, кто такое выдержит. Тут, как говорится, и сказочке конец. Давно его наблюдаешь? Уже полгода. Как бегал на сторону, так и бегает. Я бы сказал, во все стороны. Ну, думаю, мой метод ему подойдет на все сто. И подходящий пример для моей диссертации. А скоро придет? С минуты на минуту. Пойдем. Нина, а родственники у Наташи есть? Есть, брат Андрей. Один теперь остался. Такая беда. Контакт есть его? Да, есть. Сейчас я тебе скину контакт. Надо же. Получилось даже лучше, чем он хотел. Кто, Андрей этот? Чего он хотел? Квартирами с Наташей поменяться. Она против была. А ты откуда знаешь? Ть, сама слышала. Сприезжал, ругался. Ругался. Андрей, жениться надумал. Решил жилплощадь расширить. Ну, думал, раз сестра-то одинокая, сделать родственный обмен. Она к ним в однушку поедет, а он с невестой в ее двушку. Представляешь? Ой, я всегда ей говорила, ушлый твой Андрюшка-то. Ушлый. А она все, брат, брат. Ой, брат. Да. Нин, а ты сама вчера не была? Ты что, сосед? Ты что, мою алиби проверить хочешь? Нормально. Я вчера целый день у родственников была. Весь день у них на глазах. По-соседски не доверяешь. Иди проверяй. Ладно, ладно. Все. Работа у меня такая. Ты бы лучше мужика ее проверил. Какого мужика? Ездил к ней тут один. Наташа нравился. К ней даже какая-то девица ругаться ходила. Угрожала. Все его поделить не могли. Я сама слышала. А он такой на белой машине. У него там еще на переднем бампере царапина была. Все дело портило. Ты смотри, а. Сколько подробностей? Когда ж ты все успеваешь? Сергей. Я хочу вам предложить рассказать о своей ситуации с помощью вот таких фигур. Все очень просто. Это, например, мужчина, а это женщина. И для начала я хочу вам предложить собрать фигуру, которая будет представлять вас. Мария, а где я вас мог видеть? Наверное, здесь, в центре. Не-не-не, где-то еще. Я вот не могу вспомнить. Просто я красивых девушек сразу подмечаю. Да-да, я вас тоже где-то видела. И тоже не помню где. Поставьте свою фигурку. Хорошо. Допустим, это я. Отлично. А теперь расставьте, пожалуйста, своих близких. Допустим, вот это моя мама. Моя жена. Это мой врач. Дмитрий. А это... А это мой друг. А теперь расскажите, пожалуйста, мне историю. Ну, используя эти фигурки. Вы знаете, если бы вы не были такой симпатичной, я, наверное, не стал вообще играть в этот детский сад. Ну, а вы попробуйте. Ну, ладно. Жил-был Сережа. Средних лет. Мальчик. И была у него жена красавица. И мама умница. И так они его любили. Так любили, что ж спасу от этой любви не было. Мама говорила, не слушай жену, мамочку слушай. А жена говорила, никуда не ходи от меня. Будь всегда рядом. Так и погиб бы, наверное, наш Сергей от этой женской любви. Но ему повезло. У него в жизни кое-кто появился. Друг. Которому, представьте, ничего от него не надо. И который, вы не поверите, его понимает. Вот так бывает. И что было дальше? А дальше... Сережа последовал совету своего доброго доктора. И вместе со своим другом послал куда подальше склочную маму и жену. И стали они жить, как им нравится. Но вы поставили на место своего друга женскую фигуру. Значит, это не друг, а подруга? А это важно? Вить! Ну, слушай, как я и предполагал, доза инсулина оказалась гигантская. Соба себе настолько бы не вколола. Кроме того, никто не делает себе инъекции в шею. То есть ей точно помогли выйти на тот свет? Да без сомнения. Я смотрю, ты новым кабинетом обзавелся. Представляться-то когда будешь? Просто осматриваюсь. Все же неофициально. Но все равно. Поздравляю. Рано пока. Да, у него много разовых связей. Но есть и постоянная любовница. Которая не только не против его похождений, но даже провоцирует его. В расстановке он ставит ее на место жены. Они вдвоем против всего мира. И как ты это поняла? Ну, смотри. Иди сюда. Согласно моему методу, в ситуации с зависимостью всегда есть пять ролей. Первая – это зависимый. Сергей. Вторая – это преследователь. Он стремится контролировать зависимого, чтобы помочь ему избавиться от проблем. В нашем случае это жена. Третья – это покровитель. Он как будто бы поддерживает зависимого, но на самом деле контролирует его. Это мама. Четвертая – избавитель. Он помогает избавиться от проблем. Порой не самым приятным способом. Это, видимо, я. Да. И причем Сергей находится полностью под твоим влиянием. Даже говорит твоими фразами. Ты преувеличиваешь. А ты ему потакаешь. Он прямо так и сказал, по наставлению доброго доктора, мы вдвоем послали всех куда подальше. Ну, допустим, любовница. Это пятая роль. Подстрекатель. Она разделяет зависимость. Хотя по факту оправдывает свою собственную. Стройно. То есть, всегда пять человек. Обычно так. Но бывает и меньше. Иногда один человек берет на себя сразу две роли. И почему он мной недоволен? Как раз потому, что ты ему потакаешь. Дмитрий, здрасте. Здрасте. Зайдите через минуту. Может быть, тебе и с этим клиентом помочь? Благодарю. Справлюсь сам. Ну, смотри. Если что, обращайся. Обязательно. Как же так-то, а? Только вчера разговаривали с Наташей, а сегодня ее уже нет. Вы были у нее вчера? Во сколько? Утром. Часов в одиннадцать. Заезжал к ней. Зачем? Просто проведать. Она плохо себя чувствовала. Бледная была, похудела. Все это и дурацкая диета. Смотрите, мы проверили ее счета. За два дня до смерти она сняла крупную сумму. Дома этих денег не нашли. Это для меня. Брал у нее в долг. Свидетели утверждают, что вы хотели поменяться с ней квартирами. А она вам отказала. Это здесь вообще ни при чем. Может быть, она дала не в долг? Может, хотела откупиться, чтобы вы не претендовали на ее квартиру? Я не понимаю, вы на что намекаете? Вы меня подозреваете? У вас был мотив. Это чушь. Я вас попрошу, пока никуда не уезжайте с города. Куда я уеду? Мне сестру храните. В деле-то куча подозреваемых. Сначала вообще думал на Нинку. Слава богу, у нее алиби. Есть еще брат у Наташи. Он с ней квартиру делил. То есть, в принципе, мог он. Но основная версия пока, вот этот мужик с царапиной на бампере. У него жена склочная, могла она или он сам. Короче, пока так и не продвинулись. Мне весу нужно помочь с допросом. Я готова. Нужно? Очень нужно. Сейчас стану начальником. Возьму тебя в штат официально. Было бы здорово. Слушай, а как тебе вообще здесь? Нравится? Ну, нормально. Хочу забронировать под нашу свадьбу. Там такой красивый зал на втором этаже. Зачем такой пафос, пафос-то? Это что? Представляешь, какие будут фотографии? Ну, это же память. Спасибо. Оплата наличными или по карте? По карте. Хорошо, сейчас принесу терминал. Ну, зачем? Я бы заплатил. Витя, ну не сердись. Это ж я тебя пригласила. Ну, вообще это не важно. Мы почти семья. После ресторана он какой-то раздраженный был. А утром сегодня вообще ушел еще до того, как я проснулась. Ну, ты, Маш, даешь. Без пяти минут кандидат в психологических наук. А в личной жизни просто... А может, я не хочу быть в личной жизни психологом? А кем хочешь быть? Обычной женщиной. Ага. Женщиной-то ты будешь. Только вот очень одинокой. Да не расстраивайся ты. Я пошутил. Делаю тебе прогноз как специалист и как мужчина. Виктор придет мириться с тобой через... Три. Два. Привет. Вуаля. Привет. Это. Клиент вашего центра. Возможный свидетель по делу об убийстве Мергеловой. Кто? Сергей Изотов. Я ему звонил, он сейчас здесь. Кстати, прости. Вот это вот его машина? Да. Пойдемте, я провожу вас. Он у меня в кабинете. Пойдемте. Да, давайте. Господи, какой-то кошмар. Наташа. Ну как же так? У вас были отношения? Больше. Я планировал от жены к ней уйти. Где вы были вчера? На работе, как обычно. А ваша жена знала про Наталью? Да или нет? Да, знала. Мне кажется, пару раз ходила беседовать к Наташе домой. А можете показать фото жены? А вам зачем? Нужно кое-что проверить. Да, конечно, вот. Так, и контакт, пожалуйста. Паша, вот эта женщина ругалась с Мергелой? Да. И я вспомнила, где я видела Сергея. У нас в подъезде. Получается, что Наташа была его любовницей. А это, видимо, женя. Ну да. Так, мне срочно нужен в отдел. Кажется, мы сегодня в ЗАГС собирались. Я помню. Вы о чем вообще? Зачем мне убивать Мергелова? Ревность сильный мотив. Правда? Да, я ревновалась, Сережа. Но убить нет. Вы ей угрожали? При свидетелях. Вам когда-нибудь изменяла жена? Я не женат. Жените, поймете. На вчерашний день у меня есть алиби. Я была на профилактическом обследовании в клинике МедИнтер. Делала чекав всего организма. Можете проверить. Можно я пойду? Можно. Подписку о невыезде дайте. И идите. Марта Изотова? Да. Вы задержаны. Что? За что? Я изучил материалы дела и выяснил, что вы знакомы с Андреем, братом убитой. Так что, тут может быть сговор. Секундочку. Вы вообще кто? Антон Валерьевич Калязин. Новый начальник следственной группы. Ну, а что он мог сделать? Московский следователь. Приехал сегодня. Что вы могли сделать? Правду сказать? Так я и говорю. Звонок по его поводу был. А откуда он взялся вообще? Он что-то знает про этот город? Про людей, которые здесь живут? Разберется. И вообще он только исполняющий обязанности. Так что все еще может поменяться, Винь. Разрешите идти? Да, конечно, идти. Алло, да. Я звонил по поводу Марты Изотовой. Уточнили? Действительно была на обследовании. Весь день. Да, спасибо. Разрешите, товарищ майор? Входите. Я не представился. Майор Дроздов. Прошу вас отпустить гражданку Изотову под подписку о невыезде. Основание? Ну, видите ли, я с самого начала веду это дело. Она вряд ли убийца. И потом у нее алиби. Вчера она весь день проходила обследование в клинике Метинтер. Почему этого нет в материалах дела? Алиби я проверил только что. Звонком в эту самую клинику. А мы от Сергея его проверили? Вы в курсе, что она инсулинозависимый диабетик? Как раз собиралась к ней ехать. Жду отчет. Есть. Поздравляем! 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 Не знаю я никакой Мегрешиной. Мергеловой. Тем более. И дома я у нее не была. А я вообще себя в последние дни плохо чувствую. Сахар поднялся. Медсестра приходила. Сережа. Все в порядке? Да, конечно. В общем, если что-то узнаете, звоните. Телефон мой у вас есть. Разрешите? Ну, как ты? Мам, я не знаю, как мне теперь без Наташи. Сережа, женщины тебя до добра не доведут. Мама, ты куда собралась-то? Пойду прогуляюсь. Погода такая плохая. Псиди отдохнет. Чего? Не могу я больше дома сидеть. Витя? Что-то случилось? Ничего не случилось. Ты где был? На работе я был. Где еще? А позвонить можно было? Ничего, что я тебя у ЗАГС ображдала. Часа два. Ну, а что ты хочешь? Ты же за оперы замуж собралась. У нас рабочий день ненормированный. Ну, я-то в курсе, за кого я замуж собралась. Ну, только похоже, что свадьба интересует только меня. Свадьба интересует только тебя. Я предлагал тихо, спокойно расписаться. Настолько тихо, что ты даже не пришел на подачу заявления? Маш, ты меня спросила о чем-нибудь? Хоть раз. Я предлагал расписаться. Но я не сказал, что прямо сейчас. А когда? Когда будет подходящий момент. Витя, а когда он будет, этот подходящий момент? Ты мне предложение сделал полгода назад. Не знаю. Может быть, тогда вообще все отменить? Ну, вот, чтобы никто не мучился. Как хочешь. Да, алло. Понял. Да, понял я, понял. Еду. Вить. О. Что происходит? Что происходит? Ничего не происходит. Маш, я на работу еду. Ты сказал, давай все отменим. То есть, ты этого и ждал, так? Маш, что ты хочешь от меня? Ну, что бы я хочу, это понятно. Чего хочешь ты? Да не знаю я, Маш. Не знаю я. Пожалуйста. Не надо трогать меня. Пожалуйста. Давай на паузу поставим все. На паузу? Да. Отлично. Я когда пришел, я думал, она спит сначала. Поза какая-то неестественная. Но потом проверил и вот. Ну, а что это тут у тебя? Да язва до канала. Как бы не помереть. Во-первых, не каркай. Во-вторых, я про... Вот вы следаки. Вот пока человек живой, вы мало им интересуетесь. А что, вы с ней весь день были? Да нет. Утром я на работе был. Работал, пораньше отпросился. И встретился с ней. Коллеги подтвердят? Конечно, конечно, да. Причина смерти, как у вчерашнего трупа, укол инсулина. Следов борьбы нет. Значит, убийцу она впустила сама. Сначала Наташа. Потом Марта. Что мне делать? Угу. Я звонил матери Сергея. Она не в сети. Домашний тоже отключен. Вы что, ее подозреваете? Я изучил ее медкарту. У нее, как это, шизоэффективное расстройство. Состоит на учете в диспансере. Сергей, а где сейчас ваша мама? Когда я уходил, она гулять собиралась. Наверное, сейчас вернется. А почему вы спрашиваете? Надо срочно найти ее. Опросить всех соседей и знакомых. А я позвоню Маше. Это наш эксперт-психолог. Может, она знает врача этой Людмилы Петровны. А-а-а! Привет. Привет. Ты как? Отлично. А ты? У Сергея, любовника Наташи, вчера убили жену. Сам он выпрыгнул в окно. Боже. Ребятка самоубийства? Или побега. Как он? Я могу поговорить с ним? Пока нет. А с тобой? Так как-то... Навали вот все, Маш. Делай это. Начальник мне новую спустили. А-а-а! Тебя не повысили. Ну и что теперь? Вещи твои собирать? Посмотри, могу курьером выслать. Я могу и сам. Машка! Привет. Привет. А это, я так понимаю, Виктор? Здрасте. Да. Очень приятно. Очень приятно. Ну что? Когда уже? Лизь, мы по делу. А, да, конечно. Это такой ужас. Скажите, пожалуйста, сколько вы были лечащим врачом Людмилы Петровны? Около семи лет. Она была одной из первых моих пациенток. А она буйная? Ну, люди не бывают все время буйные. Во время обострений, да. Несколько лет назад Людмила Петровна напала на предыдущую невесту Сергея. Вот тогда он и привел ее ко мне. Как напала? Почему? Когда у нее обострение, ей кажется, что невеста угрожает ее сыну. Тогда нам пришлось ее изолировать от общества и госпитализировать. А чего же ее отпустили? У нее было хорошее лечение. Потом выписалась во время ремиссии. Она же на таблетках. А первая невестка куда делась? Пропала и номер сменила. Можно ее понять. Свекровь вообще не сахар. А тут такое. Да, слушаю. Так. Понял. Спасибо. Сергей пришел в себя. Едем. Спасибо. Приятно было познакомиться. Ну что, когда свадьба? Когда-нибудь. Папа! Санька! Как ты здесь оказался? Перевелся. Буду тут рядом с тобой работать. Саш, иди домой. Ну, мам. А, давай-давай, иди. Ладно. Еще увидимся. Ну, и почему ты не сказал, что перевелся? По той же причине, по которой ты забыла сказать мне о своем переезде с сыном. Я тебе еще в Москве сказала. Оставь нас в покое. Я подала на развод. Я дам развод, Ольга, если ты отстаешь Сашку мне. Забудь. Тогда будем судиться. Да, пожалуйста. Что ж, Сергей, если брать во внимание все, что вы мне рассказали, получается довольно противоречивая картина. Здравствуйте. Привет. Сергей, как вы? Клиентов моих выводишь? Просто мой жених, то есть бывший жених, расследует убийство Наташи и Марты. Подожди, а почему бывший? Не важно. Мария, вы пришли меня что-то спросить, да? А я все, что знал и рассказал следователю. Я понимаю. Но просто нам нужно проверить одну версию. Не хочу вас пугать, но убийца где-то явно рядом с вами. Если у вас есть силы. А вы мне предлагаете поиграть в ваши игрушки? Да. Вы против? Нет. Вынужден вас покинуть. Оставляю в добрых руках Марии. Спасибо, Дмитрий. До свидания. До свидания. У меня ощущение, что здесь кого-то не хватает. Да, я не поставил фигуру Дмитрия. А хочется? Честно говоря, не очень. Расскажите мне про вашего отца. Мама была дважды замужем. С первым мужем развелась, потому что он ее бил. А второй мой отец. Он умер. От чего? Онкология. Ну, мужскую фигуру вам все-таки хочется поставить? Да. Первый муж Людмилы Петровны уехал за границу в Среднюю Азию. И... Пардон. Я так понимаю, границу в этом году он не пересекал. Я тоже кое-что нашла. У него был сын от первого брака, которого Людмила воспитывала как родного. Не восстановляла? Видимо, нет. После развода он остался с отцом, и сейчас ему где-то 35 лет. Надо бы выяснить, где он. Виктор Александрович. Я. Вот данные на первого мужа Людмилы Изотовой. Она писала на него заявление, но потом забрала. Так. Заявление. Регулярно избивал не только ее, но и сына. Вот она сама об этом пишет. То есть дело все-таки было? Было, но потом его закрыли. По недостаткам улик. А, ну да, так бывает. Вить. Да. Не понял. Я к Сергею. Добрый день. Это Дмитрий, врач Сергея Изотова. Я тут пересматривал наши сессии и понял, что его мать внушаема. Да, она склонна к агрессии, поэтому он на сильнодействующих препаратах. Но если сфокусировать ее на месте, препараты будут бессильны. Думаете, кто-то намеренно ее настроил? Думаю, ее именно сын и настроил. То есть болезнь матери передалась и ему? Ну, конечно. Такие диагнозы передаются по наследству, а у него те же ментальные проблемы. И еще. В связи с всех, он часто упоминал их дачу. Я думаю, она может быть там. Мария, снова вы? Что-то еще случилось? Должна вам кое-что рассказать. Так это же... Это приемный сын вашей матери. Это не может быть такого. Официально она его не усыновляла, но она вышла замуж за его отца. И долгое время воспитывала как родного. Ну, пока они не развелись. Это чушь какая-то. Вы что-то путаете. Я думаю, вам все-таки стоит поговорить с вашим психологом. Хорошо. Елена Петровна Изотова? Да. Майор Колязин. Следственный комитет. Вы задержаны. Да, Виктор. Сережа, Сережа, если бы не ваше состояние и ваша трагедия, я бы так скоро не приехал. Так не положено. Сессии с психологом должны быть в строго определенные дни и часы. Я все знаю. Знаете, но нарушаете. Я знаю, что моя мама, она и ваша, твоя мать. Так? Не понял. Да все ты понял. Она тебя бросила, потому что не любила. У вас припадок. Я пойду позову на помощь. И ни одного дня не жалела, что от тебя ушла. Она ушла не от меня, а от моего отца. Я бы тоже сбежал от него, если бы у меня была возможность. Ты даже не представляешь, что он с нами делал. Нет, она рассказывала именно про тебя. Знаешь, что она говорила? То, что ты такой же урод, как твой папаша. Сказала, какое счастье, что больше никогда я не увижу этого выродка. Заткнись. Дим, ну эта история просто требует публикации. Ну, правда. Известный врач, отвергнутый приемной матерью. Мне кажется, они клюнут. И даже денег за тебя заплатят. Если ты хочешь, я поделюсь. Серьезно. Врешь. Стоять! Стоять! Руки! Руки убрал от него! Вниз! Вниз, чтобы я их видел! Пошел! Пошел! Давай покурим! Ты как? Нормально, нормально. Догадалась? Думаешь, куколке глупой помогли? Думаешь, сказочке конец? Пошел! Ты что, остаешься? Согласно части 4 статьи 33 УК РФ, вы, Дмитрий, являетесь подстрекателем к совершению преступления. А вы это сначала докажите. Все, что вы можете мне предъявить, это нападение с незначительными телесными. Сергей меня спровоцировал, а я повелся. Признаюсь. Докажем. Обязательно докажем. А то, о чем вы говорите, это статьи 30 и 105. Покушение на убийство. Я вас умоляю. Я ни разу не привлекался. Я кандидат наук. Уважаемый человек. Какое убийство? Мои адвокаты вас просто размажут. Я тогда сразу понял, что эта мама их убила. Когда вы сказали, что она телефон отключила. Поэтому я и не хотел жить. Я виноват. Не уберег своих женщин. Я одну из них. Ваша мама больна. Она не может отвечать за свои поступки. Вы не понимаете, это я подменил маме лекарства на пустышки. Зачем? Дмитрий сказал, что в ее случае можно отказаться от лекарств, изменить их на плацебо. Говорил, есть исследования. Плацебо показывает себя эффективнее, чем антидепрессанты и нейролептики. Ссылки давал. Я ему и поверил, он же врач. И что, ей стало хуже? Нет, ей стало даже лучше. Она стала как-то бодрее. Но потом... Такой же я и тюрь. Сергей. Вы доверились своему врачу. И это нормально. Получается, виноват тот, кто воспользовался этим доверием. И это не вы. Спасибо вам, Мария. Правда. Спасибо. Такие статьи, Дмитрий, это серьезно. Но, как вы, наверное, слышали, чисто сердечное признание... Бла-бла-бла. Доказывайте. Без признаний. Мы с вами еще поиграем. Да нет. Игры закончились. Уверен? Игра только началась. И она будет на вылет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok